С миром танца познакомили Орлят, участники Всероссийского фестиваля хореографического искусства. В этом году инициатор проведения фестиваля в мире танца, гений танца, балетмейстер, хореограф, народный артист СССР Владимир Васильев. Он поделился с ребятами профессиональными секретами и рассказал о выступлениях на лучших сценах мира. Тему продолжит Леона Коблева. Получить ценный совет от уникального хореографа и гения танца. Об этом можно было только мечтать, но в Орлёнке детские мечты сбываются. С участниками фестиваля в мире танца на одной сцене Владимир Васильев. Юные танцоры стараются не упустить ни одного слова, ни движения, которое показывает и произносит бог балета. Детям показать, педагогам показать, как правильно танцевать, как сегодня строить работу нашим балетмейстерам, хореографам. Вообще это какое-то необычное, по-моему, всё будет. В этом году участниками фестиваля стали 200 талантливых ребят из разных регионов России. Они представляют хореографическое мастерство на сцене Орлёнка, которое оценивает сам Владимир Васильев. Это очень ценная вещь, потому что мы все хотим стать балеринами. И для нас это самое, наверное, лучшее – выступить перед ним, чтобы он почувствовал, как мы танцуем. На фестивале самодеятельные и профессиональные коллективы. Это ученики Николая Цискоридзе, учащиеся в колледже культуры и искусств, балетных, хореографических училищ и академий. Некоторые танцоры уже выступали на крупных российских и международных конкурсах, а также на сцене Мариинского театра, прежде чем приехать в Орлёнок. Вот эти дети, которые приехали сюда, они не просто приехали наслаждаться солнышком, ничего не сделать, загорать. Тяга их к искусству, которое они выбрали для себя, которое они обожают, они любят, без которого не могут жить – вот это всё здесь они полностью получают. Владимир Васильев начал танцевать в 7 лет. Тогда его одарённость заметила педагог Елена Росе. Первой сольной партией стала роль пана в хореографической сцене «Вальбругиева. Ночь». После молодой танцор выступил в классическом балете Шапиньяна с Галиной Улановой. Она на долгие годы стала его другом, педагогом и репетитором. Васильев был ведущим солистом Большого театра. Среди лучших партий – принц в Золушке, Ромео и Джульетта, Иван Грозный в одноимённом балете Сергея Прокофьева, Базиль в Дон Кихоте, Дезерев, Спящий красавица Чайковского. Балетмейстеры не только предлагали Васильеву главные роли, но и ставили специально для него. О том, как добиться успеха в балетном искусстве на большой сцене, как заслужить сольную партию, когда тебе всего 18. О жизни и творческом пути, о Большом театре легендарный хореограф делится с ребятами на творческой встрече. Я рада, что я здесь оказалась, и счастлива, и благодарю. До этого момента я почти ничего о нём не знал, только о том, что он заслуженный артист СССР. Сейчас я узнал о его детстве, о его, так как он попал в балет. Это большой опыт для нас, и мы рады, что оказались на этом мероприятии. Органика – это самая трудная задача, мне кажется, у всех тех, кто занимается нашим искусством. Владимир Викторович проводит анализ детских выступлений и даёт несколько советов руководителям коллектива фестиваля «В мире танца». Во время встречи педагоги знакомятся и с литературным творчеством Васильева. Оказывается, гений танца ещё и поэт. Нет, человек эпоха, человек легенда, это правда, это правда. И поэтому вот любой вопрос, который я сегодня задавал, это был вопрос очень узкоспециальный и балетный, потому что сидели педагоги. Честные совершенно разговоры о недостатках, а педагогами надо, они работают, они, может быть, не всегда со стороны видят свою работу. А критика там, скажем, или какие-то замечания вот такого мастера, это дорогого стоит. Завершается визит Васильева в Орлёнок посадкой дерева. Вместе с орлятами знаменитый хореограф высаживает на литературной аллее у библиотеки детского центра «Клён». За именным деревом будут присматривать ребята и Бронислава Фёдоровна Идревская. Сам Владимир Васильев пообещал вновь вернуться в страну детства в следующем году. Я бы всё-таки закрепил в истории Орлёнка. Я же теперь уже с вами, извините меня, почётный Орлёнок. И мне уж сам Бог велел теперь обязательно сюда наведываться, приезжать, смотреть, а как дальше пойдёт это дело. Ну и, конечно, я желаю всем-всем-всем, орлятам само собой, они, знаете, будут сменять один другого. А вот те люди, которые работают с ними, те люди, которые действительно отдали уже частицу своей жизни этому месту, вот им хвала большая от меня. Лена Акублева, Дмитрий Гришин, Аркадий Коваленко, телеканал Орлёнок ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова